Посмотрите, с каких уровней валилась нефть и на сколько процентов укрепился доллар, параллельно, как валюта расчета. И, соответственно, посмотрите, сколько процентов отношений еще есть возможность нащупать дно. Она мизерная. Следовательно, настолько существует лишь возможность укрепления доллара по отношению к средней валюты. Не надо заблуждаться, несмотря на то, что вам не говорили. Дальше смотрите, что получается. Создаются устойчивые ожидания на сегодняшний день. Они устойчивы, когда они повторяются во времени, из месяца в месяц, из квартала в квартал. То есть появляются контракты, которые рассчитаны на то, чтобы продать от уровня 150. И последнее, что я видела, это продать от уровня 200. Вот в чем вопрос весь. Да, я не говорю, что это будет завтра, через месяц, через три. Но это будет и достаточно быстро, если смотреть на этот период весь. То есть тогда, когда когда-то орут о какой-то цифре, ее достигают. Неважно когда, но ее достигают. Равно как в свое время, по рублю в 2008 году, когда рубль стоял как 100-киловенный солдатик, когда его сдерживали путем интервенции, в результате всего слили весь стабилизационный фонд, национальный фонд благосостояния и так далее, который много говорили, что его хватит на всех. Его слили тогда за буквально три месяца 2008 года. Все. То, что было накоплено с этой нефти. Но как бы так. Но тогда спекулянты рассчитывали на что? Они рассчитывали на достижение уровня 45, в то время, когда рубль стоил 25 рублей за доллар. 45 отметка, а фьючерсные контракты, они оценивали ситуацию в диапазоне 70-91. Это я наблюдала. Затем было плавное таргетирование введено, и в феврале месяце мы увидели в результате этого процесса искусственного, уже после слива всех этих денег, уже 37 сделали. Потом возврат был обратный и так далее. В 2014 году, когда началась атака на рубль, при помощи специальных моделей математических, которые работают, рубль взят под контроль. Равно как мексиканский ПЕСА недавно был под полный контроль взят. Это сырье, это нефтянка. Сейчас это делают с рублем. И взят под контроль, да, рубль был отпущен в свободное плавание, как в Аштенге. Когда? Значит, 1 июля 2014 года. Извините. Но отпустить его хотели. И в 8-м кризис помешал, в 10-м восстановление помешало, и в 11-м, и в 13-м. В 14-м каждый месяц говорили о том, что вот там с 1 января, 1 марта и так далее. Но отпустились 1 июля. А вот после этого, посмотрите на тренд индекса доллара, он именно с 1 июля пошел в гору. То есть отпустили тогда, когда, извините, началось это давление, когда была создана математическая модель, способная раскрутить вот то, что раскручено по рублю. Соответственно, вы с Тенге находитесь в одной связке. И, допустим, если в апреле я приезжала на семинар сюда, люди улыбались, что вот вы там в России, а мы-то, я говорю, подождите, вас ждет то же самое. Причем очень скоро. Не надо, ну, так скажем, уповать на что-то там. Произошло. То есть модели те же самые. Модели математические, они работают одинаково. То есть это уже все давно было в Юго-Восточной Азии, в Малайзиях, в Сингапуре и так далее. Всегда, когда берут под контроль валюту. А для чего берут? Валюту государства под контроль для того, чтобы контролировать полностью экономику. А особенно в чем нуждаются? Нуждаются в сырьевых ресурсах. Речь идет о сырьевых государствах, прежде всего. Ну вот, пожалуйста, Мексику взяли под контроль уже давно. Россию берут под контроль. Таким образом... Это наша же ошибка, что мы до сих пор сырьевые. Вы знаете, здесь тоже большое заблуждение, я считаю. Когда мне говорят, что Россия сырьевое государство и нефть и так далее. Неправда. Это тоже байка. Я здесь хочу привести слова мною уважаемого человека, профессора и доктора наук, значит, Валентина Юрьевича Катасонова. Это специалист МГИМО. В общем, не только теоретик, но практик большой. Который, наконец-то, так скажем, начал говорить правду в лицо, что происходит в мире. Я как раз говорю об этом же, но я еще и говорю о тех числах и о моделях математических, которыми оперируют. То есть об инструментарии, а не только об идеологии. Так вот, он говорил о чем? Говорит о чем? Его слова повторяю, что обычно спрашивают, какой самый важный продукт в мире? То есть во что вкладываться? Либо это нефть, кто-то это нефть, кто-то золото, кто-то там тенге рубли, кто-то, значит, говорит о том, что это еще что-то. Вот. Говорит, я отвечаю, что главный, значит, объект вложения – это дурак. Вот. Ну а поскольку дураков мало рождается, надо людей делать дураками. И, по сути, вот эти все байки, вправо РС, то, что там сегодня они счеты там сляпают, да, там или не сляпают, про то, что Россия нефтяное государство, про то, что там и так далее. Это, что у нас банк там защищает валюту свою. Извините, когда он влил деньги перед заседанием? Ну хорошо, Россия не нефтяное государство и все. Хорошо, все замечательно. Россия, иными словами, вы не ожидаете падения нефти ниже 35 долларов за баррель. Может 30, ниже 35 уйти в район 25. Но это будет очень быстрое движение в районе шипа. То есть укол маркетмейкера и выход обратно. Но мы находились уже рядом с этим местом. Так что это... То есть велика вероятность того, что доллар подорожает выше 40, и жизнь может как-то стабилизироваться, улучшиться. А нефть подорожает выше 40? Нет, выше 40. Дело в том, что сейчас можно ожидать вообще в ближайшей перспективе, несмотря на вот эту волатильность и возможные скачки, то есть закрепление вот этих вершин, то есть по отношению к сырьевым валют можно ожидать очень большой коррекции. Ориентиром для тенге здесь будет выступать российский рубль. Если вы хотите следить за тенге, то, следовательно, он идет в такой же корреляции. Следовательно, вы смотрите за тем, как реагирует российский рубль. То есть по рублю есть уровень. Раньше месяц назад это было 56-57 рублей за доллар, сейчас это 58-50 отметка. То есть коррекция, прежде всего, ожидается туда, из района 70. А вот оттуда будут два равновероятных сценария. У маркетмейкеров это равновероятно, потому что контракты, за которые проплачена маржа, они одинаковые абсолютно по своим объемам, интересам и так далее. То есть одни контракты стоят в районе 80, ну это 78 с копейками, я округляю 80, с размером премии за риск, сколько-то. И при пробое, вот это уровни 58-50, лучше 50 схемы 56-57, там идет как раз обвал доллара к защите маркетмейкеров, которая предположительно находится на уровне 45. О чем я говорила, это та цель, которая была объявлена еще в 2008 году, а в 2014 перекрыта. Просто то, что если когда пока рубль стоит над 45, существуют очень большие риски нахождения в этой зоне маркетмейкеров, где они, ну то есть где работают их модели. Понятно, что Запад ведет войну с Россией, с рублем, с экономикой. Не только Запад, это не Запад абсолютно. Маркетмейкеры, как вы говорите. Маркетмейкеры, это держатели денег мировых, это делатели рынка, то есть они не обязательно западного происхождения. Российские спецы в них тоже и существуют. То есть это, в принципе, идет сейчас передел финансовой системы мировой. И выигрывает маркетмейкеры. Если вернуться к казахстанскому рынку и, в частности, к рублю, какой курс рубля наиболее комфортен? Тяготеем ли мы к этой ставке 1 к 5? Придерживаемся? Нет, вот это вот такие вот тоже прогнозы. Это вот то, что приемлено, допустим, для западной экономики, где очень хорошая статистика, где можно использовать математические модели. В нашем случае, что в случае России и в случае Казахстана, очень тяжело. Потому что у нас очень много параметров, которые просто не закладываются в статистические данные. То есть мы не можем четко сказать, что какой именно 1 к 5 и так далее. Да в любой момент в наших государствах может президент единолично утвердить совсем другое. Девальвировать или заново изменить, нолики убрать и так далее. Вы знаете, наше государство в ту систему либеральной экономики со всеми спекуляциями, со всеми играми, она не входит, не подходит. Это часть этой системы уже давно. Часть системы, но это часть очень слабая, которые просто могут вот так вот работать и грузить и так далее. Поэтому я думаю, что на самом деле отношение 1 к 5, 1 к 3 и так далее, это все как бы вот тоже мы сами себе ставим. А вот как бы лучше было. Искусственно. Искусственно, да. На самом деле тоже большая часть, потому что Россия с санкциями сейчас закрыта, контрсанкции делает, а мы торгуем со всеми. У нас расходы долларов идут еще какие. Россия там полностью экономит эти доллары. И даже при этом хорошо там Набиулина, ее там сейчас наградили, что она великий банкир России и так далее. Да, мира, великий банкир. Да, чуть ли не мира там и так далее. Ну вот такого уровня банкир вот они у нас есть. Мы видим, что вместе с долларом... Или когда, вот пример, простой пример, или когда университетом там руководит, допустим, западным Гарвардом, там руководит настоящий профессор, ученый, там и администратор, который в той системе живет и растет, и знает, как свой Гарвард развивать. Или тот наш университет здешний, который хочет стремиться жить по стандартам этого Гарварда, создавать какие-то новые продукты, торговать ими, технологиями. Но внутри не структурированная, не модернизированная система отношений, она все равно делает его, вот как Черномородин говорил, хотели как лучше, а получилось как всегда. Очень просто все. Поэтому соотносить вот эти вот... То, что делают развитые страны сегодня, да, со своими экономиками, то, что как они политику количественного смягчения делают, там и консианство, на основе консианства все эти модели были разработаны, не консианство. То есть то, что они делают для себя, оно не всегда приемлемо для нас. И мы в этом смысле, как ученики, которые собираются только научиться исправлять вот эти вот завихрения вот этого глобального процесса экономического. Вот в чем вся модель. Когда мы смотрим РБК, допустим, или еще какой-то там российский канал, то же самое, мы видим то же самое, возможность тоже, комментарии того же Белковского, или Алексея Кудрина, или там того же министра Улюкаева и так далее, мы видим то, что мы еще не можем полностью осознать значение вот этой, то есть целостной экономической теории, которая существует на Западе в отношении регулирования экономики, да, наших стран, и произвести вот эту вот проекцию этих моделей на наши современные экономические системы. То есть очень много неизвестных у нас, очень много ям, как Перельман сказал, очень много пустот, которые заполнены совсем не тем, чем мы думаем, они заполнены.